16-летняя школьница из Чувашии Анастасия Демьяненко выиграла чемпионат уличного искусства, который проходил в Германии. Рисование мелками на асфальте ей не было равных. Мел в умелых руках творит чудеса. Самое главное – передать эмоции и поиграть с светом. Анастасия Демьяненко не составляет труда перенести изображение с фотографии на асфальт. Рисовать постелью, признается она, начала совсем недавно. Хотя за спиной Насти годы учебы в художественной школе. О конкурсе узнала случайно. Когда я была у своей тети в Германии, отдыхала, мы увидели объявление о фестивале уличного искусства, который проходил в соседнем городе. И моя тетя нашла информацию в интернете именно о конкурсе. Сначала среди взрослых, а потом среди подростков. И необходимо было заполнить анкету, которую затем отправляли в Вильямсафен, это город, в котором проходил фестиваль. Темой была достопримечательность города Вильямсафен. И мы знали заранее эту тему, поэтому мы нашли в интернете фотографии этого города. И потом узнали, что самая главная достопримечательность – это мост, мост Вильгельма. И его я как раз и рисовала. На такую красоту художница потратила 4 часа. Всего в фестивале участвовали 30 человек в возрасте от 12 до 18 лет. Победительница получила кубок и большую коробку постельных мелков. Все, что нужно молодому профессионалу. Поддержка, во-первых, родственников, потому что они верили в меня. Я-то в себя даже практически не верила, потому что я думала, ну все, сейчас приеду, там будут всякие профессионалы. Они там рисуют в 3D, в каких-нибудь супертехниках. Умело свои секреты рассказывает Настя. Особый подход делает работы воздушными. В стиле стрит-арт художница любит рисовать природу и цветы. Это очень удобно, потому что не нужно каждый раз кисточку менять или воду. Ты можешь просто взять и нарисовать. И получается намного интереснее смотрится, чем когда ты рисуешь на бумаге красками. Рисунок на асфальте требует серьезного подхода. Нужно учесть оттенки, тени и полутона. В голове просто ты думаешь о картинке, как это будет выглядеть в конце, куда нужно положить какой цвет, чтобы это выглядело так, как я хочу. И в то же время думать о освещении, с какой стороны освещение, в какой стороне должна быть тень. Вот так буквально за полчаса на однотонном асфальте появился цветок. В будущем Настя хочет стать врачом, а желание украшать тротуары яркими красками, возможно, станет ее хобби. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика.